МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Карагандинском. В студии работает Айнур Женусова. И в начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Казахстане сформировано новое правительство. Его возглавил новый премьер-министр Оскар Мамин. Большинство министров прежнего кабинета сохранили свои портфели. В здании областного центра травматологии и ортопедии имени Макожанова произошел пожар. Эвакуировано 22 пациента. Жертв и пострадавших нет. По предварительной версии, причиной возгорания стали работающие электроприборы. В Казахстане стартовали командно-штабные учения КОКТЕМ-2019. Их главная цель – подготовиться к предстоящему весеннему паводку. В рамках учения планируется провести практические противопаводковые мероприятия, а также специальные тренировки. В Казахстане сформировано новое правительство. Его возглавил новый премьер-министр Оскар Мамин. Указ о назначении Мамина главы правительства президент страны Нурсултан Азарбаев подписал в понедельник утром после согласования его кандидатуры в Мажелисе. Первым заместителем премьер-министра, министром финансов в новом правительстве назначен Алихан Смаилов. Заместителями премьер-министра – Женис Касымбек и Гульшара Абдекаликова, ранее занимавшая должность государственного секретаря. Большинство членов, отправленного в отставку кабинета министров Бахаджана Сагентаева, сохранили свои посты. Новые руководители возглавили Министерство национальной экономики Руслан Даленов, Министерство труда и социальной защиты Бердебек Сапарбаев, Министерство сельского хозяйства Сабархан Умаров, Министерство образования и науки Куляш Шамшидинова, Министерство индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр. Сохранили свои прежние посты Министра иностранных дел Бейбут Атамкулов, Министра обороны Нурлан Ермикбаев, Министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев, Министра юстиции Марат Бекитаев, Министра здравоохранения Елжан Бертанов, Министра культуры и спорта Арестанбек Мухаммедиулы, Министра энергетики Канат Базумбаев. Кроме того, ранее в понедельник два министерства были преобразованы, их возглавили Министерство цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, Министерство информации и общественного развития Даурен Абаев. В прежнем правительстве они оба занимали посты министров. В этот же день сменился и глава Национального банка Казахстана, им назначен Ерболат Дусаев. В состав правительства Казахстана входит 15 министерств и одно ведомство по делам госслужбы и противодействию коррупции. Таким образом, новые руководители назначены во всех 15 министерствах. Уже 26 февраля новый кабинет министров провел первое заседание. На нем новые главы министерств были приведены к присяге. Перед лицом нашего президента и народа Казахстана я торжественно клянусь направить все силы и старания на работу во благо экономического и духовного развития казахстанского народа, соблюдать законы, чтить Конституцию, придерживаться принципов справедливости, законности, гражданства межнациональной и межконфессиональной дружбы, а также делать все для укрепления позиций страны на международной арене. В здании областного центра травматологии и ортопедии имени Макожанова произошел пожар. Эвакуировано 22 пациента. Жертв и пострадавших нет. По предварительной версии причиной пожара стали включенные электроприборы, оставленные без присмотра. Это все, что осталось от сестринской комнаты, расположенной на первом этаже центра травматологии и ортопедии. Именно здесь и вспыхнул пожар. Полностью выгорела мебель и бытовая техника. Возгорание произошло в ночь на 26 февраля. Его заметил ночной сторож. При помощи спасательных колпаков и насилок пожарные и медработники спасали пациентов травматологического центра. Работа поликлиники сейчас остановлена, потому что сейчас ведутся мероприятия по установлению причин пожара и все такое. И восстановительные мероприятия. Все пациенты в полном составе. И вот уже в 00.05 уже были эвакуированы полностью. В настоящее время пациенты размещены в основном отделении клиники. В департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщают, что на ликвидацию возгорания потребовались считанные минуты. В помещении в Сестринске происходило горение мебели, вещей, оконного блока и бытовой техники. При помощи спасательных колпаков и насилок спасено 22 больных и эвакуировано 3 медперсонала. Пожар был ликвидирован 12-16 ночи. Спасенные были размещены в основном отделении центра. Жертв и пострадавших нет. По предварительной версии, причиной возгорания стали электроприборы, которые остались включены на всю ночь. В ликвидации пожара принимали участие 52 человека личного состава противопожарной службы и 11 единиц техники. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й, Карагандинский. В Казахстане стартовали командно-штабные учения КОКТЕМ-2019. Их главная цель – подготовиться к предстоящему весеннему паводку. В течение двух дней все силы гражданской обороны будут проводить практические противопаводковые мероприятия, а также специальные тренировки по поиску и спасению людей. Спасательный вертолет эвакуирует пострадавших из мест затопления. В Карагандинской области стартовали традиционные тактико-специальные учения. Их главная цель – подготовиться к предстоящим паводкам. Особое внимание уделено тренировкам по поиску и спасению людей. В принципе, готовность есть, техника есть, вы сами это сегодня видели, люди и есть готовность. Поэтому я думаю, надеюсь, что в предстоящий паводок период мы пройдем гладко. В целом, по данным гидромета, вот только что тоже слышали, по Шерубай-Нуре ниже нормы снегозапасы. Но если взять по целому по области, то у нас верховая река Нура выше нормы. Поэтому в эту зону попадает порядка 11 рисков, есть 11 ближайших к этой реке населенных пунктов. Там проведены были соответствующие работы и в прошлом году, и по итогам тех паводков 2015-2017 годов проведены работы. Поэтому сейчас усиленно мы там работаем. В ближайшее время у нас поездки и Бухожиравский район, и Каркалинский район, Ахтургайские районы. Спасатели, военнослужащие национальной гвардии, формирование служб гражданской защиты, местные исполнительные органы. Всего к участию в учениях привлечено порядка 600 человек и 200 единиц техники. Место проведения, Абайский район, выбрано не случайно. «Именно на Жартарском водохранилище, ни в Караганде, ни в областном центре, на одном из таких паводкоопасных районов нашей области. Заодно проверить готовность местного исполнительного органа района, готовность аварийно-спасательных служб района, ну и гидротехническое состояние, гидротехническое сооружение на месте». Всего по Карагандинской области запланировано более 60 практических мероприятий. Они проходят во всех городах и районах. «Которые наиболее, которые наименее сказать нельзя. У нас все районы сельские паводкоопасные. Кроме тех южных, наверное, городов Приозерск, Балхаш, там, конечно, степень опасностей ниже, но вот северные наши районы, восточные, начиная от Каркар-Алиц, Бухаржрау, Асакаровский район, Уринский район, Шайцкий район, их там уже контроль должен быть». В рамках учений в населенных пунктах Таззаимка и Самарка были проведены берегоукрепительные работы. Стоит отметить, что во время тактико-специальных учений основное внимание направлено на отработку практических действий по очистке русел рек, водопропускных труб, берегоукрепительным и взрывным работам. Андрей Тенаман, Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинских пенсионеров обучат работе с порталом электронного правительства. В начале февраля в Доме Дружбы был открыт первый в стране Центр активного долголетия. Среди прочих целей Центра – организация обучения компьютерной грамотности для пенсионеров. Все категории граждан будут вовлечены в информационное развитие. Так, от всеобщей модернизации госуслуг не остались в стороне и пенсионеры. Они посягают азы пользования электронным правительством. Об обучении старшего поколения позаботились специалисты департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции. Занятие для пенсионеров проводится в Центре долголетия, который открыл свои двери в начале текущего месяца. Все это способствует минимизации бытовой коррупции. И здесь нельзя не отметить роль партии «Нуратан», которая создала 7 февраля текущего года данный центр, досуговый центр для лиц, для пенсионеров, которые здесь собираются, проводят свой досуг. И в соответствии с этим было принято решение нашим департаментом совместно с корпорацией, правительства для граждан провести обучающие семинары по компьютерной грамотности при получении государственных услуг в электронном варианте. Участники мероприятия остались довольны инициативой специалистов департамента. Ведь теперь пенсионеры смогут получать государственные услуги, не выходя из дома. Знаний никогда не бывает много. Я признаю, что мне не хватает опыта в этом вопросе. Поэтому я пришла на занятия. Теперь я смогу получить все необходимые услуги, не выходя из дома. Не придется просить дочь о помощи. Это же здорово нашим родителям, мамам, папам, не выходя из дома, получить полную информацию. Как получить справки ЦОНа. Ведь на сегодня мы знаем, что все пенсионеры пользуются теми или иными услугами ЦОНа. Как здорово сегодня эта служба пришла и на месте нашим всем центру долголетия провели эту работу. Мы выражаем огромную благодарность. Пенсионеры изъявили желание повысить компьютерную грамотность и продлить обучение получению государственных услуг через В-портал. Таким образом, департамент по делам госслужбы совместно с правительством для граждан будет проводить уроки для людей мудрого возраста дважды в неделю в Доме дружбы. На сегодняшний день в центре занимаются более 60 пенсионеров. Организаторы надеются, что в будущем это число возрастет. Токжан Лянов, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Известный казахстанский исполнитель Бейбет Курган спел вместе с воспитанниками детских домов Карагандинской области. На сцене Дворца культуры Горняков состоялся благотворительный концерт для воспитанников детских домов. Организатор акции – областной департамент полиции. 14-летний воспитанник Литвинского детского дома Антон Клименко исполняет известную песню в дуэте с солистом ансамбля департамента полиции Карагандинской области. Я уже пою год, можно сказать. Вокалом стал заниматься буквально в 2018 году. Заметил себе этот талант и начал его развивать. И сейчас я уже пою. Не первый раз на сцене, даже не стесняюсь. Благотворительный концерт для воспитанников детских школ и школ-интернатов организовали карагандинские полицейские. В департаменте полиции заявляют, что одним из приоритетов их деятельности является охрана прав и свобод несовершеннолетних. Это акция под названием «На страже счастливого детства». Данная акция проводится под егидой Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Акция называется «На страже счастливого детства». Данная акция проводится во всех областных центрах горы Республики. Сегодня очередной концерт популярных вес проводят вместе с нашими сотрудниками, а также воспитанниками детского дома «Карагаде». Это был концерт. Особым подарком для детей стало выступление известного казахстанского исполнителя Бейбита Кургана, лауреата фестиваля «Азия Даусе» и конкурса «Дарен». Цель моего приезда – это участие в благотворительном концерте, организованном МВД. Мы хотим подарить детям радость, хотим совершить благое дело. Я все это делаю из чистого сердца и добрых побуждений. Я считаю, что после всего произошедшего, включая трагедию в Астане, мы все должны поддерживать наших детей. Финальную песню звезда казахстанской эстрады исполнил вместе с талантливыми воспитанниками детских домов и творческим коллективом департамента полиции. Торжан Лянова, Андрей Тен, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Лучшие творческие работы детей Казахстана были представлены на выставке в Индии. Региональным представительством ЮНЕСКО была инициирована поездка в Дели для подписания соглашения о сотрудничестве между школами двух стран. Знаменательным событием для всех нас стало подписание меморандума между школой искусств номер два клуба ЮНЕСКО города Караганды и тремя школами города Дели. Светлана Джао, директор Еслесада Балакай, побывала в Индии в качестве представителя организации. Она продемонстрировала лучшие работы своих воспитанников. В дальнейшем Светлана надеется на продолжение сотрудничества и культурного обмена. Она с нетерпением ждет приезда представителей индийских культурных организаций в Караганду с работами индийских ребят. Получилось очень такое замечательное содружество. Понравилось их гостеприимство, их радость жизни. Несмотря на какие-то другие условия жизни, они все радуются каждому дню. Это, конечно, покоряет. Есть чему поучиться, их духовности глубокой. Мы, конечно, приехали сюда, мы теперь проводники такого же воспитания толерантности, такого же воспитания дружбы, очень такого бережного отношения друг к другу и особенно к природе. Казахстан представили 25 делегатов – ученики и педагоги карагандинских школ и детских садов, а также отдел образования. На выставке они представили картины юных художников Караганды «Казахстан глазами детей», а также концепт мастеров искусств в школу номер два. И в дальнейшем сотрудничество будет как по культуре, так и по образованию. Потому что есть много интересных моментов между нашими школами, которые можно было бы дальше продолжить сотрудничество. С индийской стороны очень была заинтересованность в продолжении нашего визита. По словам организаторов, представители индийских культурных объединений посетят Караганду в мае нынешнего года. Здесь они представят работы своих учеников для продолжения культурного обмена и сотрудничества между странами. Яна Гапонова, Жасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости к этому часу. Я желаю вам всего доброго. Оставайтесь на первом. С нами интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова